Всем привет! Вы на канале вкусные истории и я Наталья Михайлова. Сегодня я буду готовить повидло, но повидло я буду готовить очень интересным способом. Оставайтесь со мной, я уверена, что вам тоже понравится этот рецепт и вы также приготовите. Для повидла мне понадобятся яблоки и сахар. Чтобы знать, сколько насыпать сахаром, мне нужно из яблок приготовить пюре. Потом его взвесим и насыпем сахар. Для этого рецепта подойдут любые яблоки. Итак, для начала я их помыла и теперь буду нарезать просто половинками, чтобы убедиться, что внутри нет червяка. Косточки я не убираю. Яблоки я нарезала. У меня получилась вот такая полная 6-литровая кастрюля. Теперь я в нее наливаю 2 стакана воды, накрываю крышкой и ставлю на большой огонь. Под крышкой парится 15 минут. Смотрите, яблоки я запарила, они стали мягенькие. И теперь я подготовила мясорубку с насадкой для томатного сока. Сюда у меня будут выходить шкурки и семена, а здесь будет у меня выходить мякоть. Итак, яблоки горячие. Я их буду накладывать ложкой. Все яблоки я перекрутила. Посмотрите, какие сухие отходы у меня. Здесь семечки от яблок, перегородки, шкурки. Они абсолютно сухие, я их выкидываю. Но если у вас отходы будут с мякотью, можно пропустить их еще раз. У меня сухие, поэтому я больше не пропускаю. Пюре я перекладываю в кастрюлю с толстым дном. Обратите внимание, какое густое пюре. Теперь я кастрюлю накрываю фольгой. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку. Засекаю полчаса. Через полчаса достаю, взвешиваю. На килограмм пюре идет полкилограмма сахара. Повидло тушилось 3 часа. Оно постояло, остыло. Раскладываю я повидло в остывшем виде. Горячее я не раскладываю. Оно хранится под обычными крышечками. Крышечки я беру бушные. Можно закрывать пластиками. Так как у меня банки винтовые, я беру обычные, использованные уже крышки. Помыла их, прокипятила и все. И повидло стоит по несколько лет, ничего с ним не происходит. Вот такое оно получается густое, красивое, не переваренное. За 3 часа оно стало вот такое вот красивое повидло. Посмотрите, какое оно красивое, нежное и очень вкусное. Все повидло я раскладываю по баночкам. Закручиваю обыкновенными крышками. И храню в прикомнатной температуре. Обратите внимание, за 3 часа в духовке ничего не пригорело. Кастрюля идеально чистая. А если ставить на плиту, то, конечно бы, оно за это время все равно бы прозевали. И все равно бы оно немножко бы поджарилось. Оно получается очень-очень нежное. Посмотрите, какое оно мягкое. Обратите внимание, какое оно в меру густое, красивое, без крупинок. Идеальное повидло. Ну что, друзья, повидло у меня готово. Оно получилось очень ароматное, вкусное, в меру сладкое, нежное, не переваренное. Хотя его варила 3 часа. Это очень вкусно. И готовить такое повидло очень просто. Я всем рекомендую приготовить по этому рецепту. Это очень вкусно, поверьте. А сейчас я еще покажу повидло, которое я варила полтора часа. Это я варила 3 часа. А вот это повидло я варила полтора часа. Обратите внимание на его цвет. Варенье получается светлое. И пахнет свежими печеными яблоками. Вкус у него. За полтора часа вот такой цвет получился. За 3 часа вот такой. Но мне темное нравится больше. Оно похоже на настоящее магазинное повидло. По цвету. А по вкусу в принципе одинаковое. Но это больше пахнет печеными яблоками. Смотрите сами, какое повидло вам больше нравится. Готовьте, пробуйте. Но это повидло я закатываю в горячем виде. И закатываю ключом или новыми винтовыми крышками. В отличие от этого. Этого, которое я готовила 3 часа повидло, хранить проще. Закрываю обычными крышками. Можно капроновыми закрывать. Оно стоит несколько лет. Ничего с ним не происходит. Храню при комнатной температуре. И это повидло, и такое повидло. Смотрите сами, какой вам больше нравится. То и готовьте. А я желаю всем приятного аппетита. Удачных вам заготовок. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.